Приветствую, потные геймеры. Я очень люблю кинуть оригинал Син, и я потратил какое-то количество времени на её версии. Я играл в оригинальную Девинти с другом, и не прошёл её. Это похоже на Диабло. И не прошёл её. Поэтому я решил пройти вторую часть с другом, и сделать это видео. Попробуйте догадаться, прошёл ли я игру, полной прихожей, которая занимает около ста часов. Ого. Но зато я усыновил курицу. Мама, мама, пескун. Девинти оригинал Син 2, возможно, лучший РПГ, из-за огромного количества вещей, которые в ней есть. Я знаю, что в ней играли все, кому не лень. Однако, по моим сведениям, вы все играли неправильно. Играли, естественно. 17% из вас смогли откопать скелета философа и буквально убить его своими философскими аргументами. Сколько из вас дошли до самого лучшего NPC в игре? Сколько из вас дошли до выше Бати? В смысле, это и Батя, и выше Батя. Слушай, это перевод прикольный. Батя и выше Бала, выше Батя. Видишь? Это какой-то есть прикол. Сколько из вас дрались с Пашей и Ташей? Дивинди – это игра, где вы избраны, которая на пути, чтобы стать богом, но при этом вы сами решаете свою судьбу. Что если вы не хотите быть богом, а хотите просто курить кальян и говорить с крысами и повышать удачу от отношений с проститутками? Ну, теперь вы можете. Но я знаю, что вы люди занятые, и у вас на сегодня есть огромная куча непросмотренных мемов, и у вас нету ста с лишним часов, чтобы всем этим заниматься. Поэтому я посчитал, что каждый лучше будет показать и рассказать вам свои личные приключения в качестве наглядного примера. Это видео не совсем обзор игры, а скорее рассказ о личном опыте с кучей спойлеров и идиотизма. Так что, если вам такое интересно, то добро пожаловать. Редактор персонажей. Удиви нас. Удиви нас, редактор персонажей. По сравнению с первой частью вы можете играть за одну из нескольких рас, вроде людей, гномов, эльфов и, конечно же, сексуальных ящериц. Почему у ящериц, которые откладывают яйца, есть грудь, я не знаю. Но иногда нужно просто наслаждаться вещами. Я считал, опухшишь это. Также вы можете играть за персонажей собственной историей. Например, мой друг Джи играл за Ифана, наемника, который жил в лесу и ел белок. Мой персонаж это Фейн, ученый, ходячий скелет и представитель древней расы с крутыми бакенбардами. Если вы решите играть за скелета, то вы можете заметить небольшое количество предупреждений, в котором будет написано, что игра за нежить имеет свои плюсы и минусы, так что будьте осторожны. Я же считаю, что игра за ходячий труп возможно лучший выбор, который я совершал. И вот почему. Во-первых, скелетам не нужны отмычки, потому что они используют собственные пальцы, которые не ломаются, что делать с неплохими ворами. Во-вторых, скелетов нельзя лечить обычным способом, но их лечит яд. И в игре куча яда, особенно если ты волшебник, который его создает. В-третьих, скелетам нужно маскироваться, чтобы их не убили обычные люди. Но чтобы это сделать, достаточно просто одеть любой головной убор, который вы в любом случае будете носить и так. Вы даже можете одеть череп поверх своего черепа. И никто не угадает, что ты скелет. Это очень крутой шлем. И в конце концов, никто не узнает, что ты скелет, если ты носишь стильную шляпу. Также, будучи скелетом, я обладаю удивительным... Это чисто как, знаешь, в фильмах, когда персонажи очки... Масочку ты поднимаешь? Нет, или очки, и никто не может угадать. Да, там, Зора. Боже, кто же ты? А потом так маску снимают. Господи, не мог догадаться. Притвориться мертвым. Что дает мне силу посреди любого боя, просто лечь. И целых три хода меня никто не будет трогать. Помимо этого, будучи скелетом, я сначала игры имею волшебный шлем, который позволяет мне превращаться в любую расу и, соответственно, получать их расовые диалоги. Но помимо этого, я также получаю и их расовые способности. Слушай, ты как же, какие минусы? Пока только одни плюсы. Для получения квестов, навыков и занижения моей самооценки. И, наконец, будучи играть за Фейна, я получаю его уникальный навык, который дает мне дополнительный ход, что, по факту, позволяет мне ходить дважды за раз, если у меня хватает очков истока. И да, как вы можете заметить, скелеты очень сбалансированы. И ко всему этому, уникальные диалоги нежити это лучшее, что есть в игре. Если на ваших глазах просто-напросто уничтожили человека, вы можете сказать, какая жалость. Жаль, что мне нечем проливать слезы. Если гигантский монстр вылезает из земли и говорит вам, что вы умрете, вы можете сказать, я уже мертв. в первый раз, что ли? Я обожаю нежить. Но пора поговорить про игру. Часть 1. Форт. Радость. Вы начинаете игру в роли преступников на корабле. Я довольно быстро вжился в роль и занимался выростовом арбузов у магистра, а также драками на ножах. И одно из первых заданий, которые вы получаете на корабле, это расследование убийства. К счастью, его можно довольно легко раскрыть, если ты в роли эльфа съешь ногу убитого. Поэтому я превратился в эльфа, съел ногу и ничего не произошло. Я не получил воспоминания жертвы и квест все еще был активен. Потому что оказывается, что в Definitive Edition версии игры это по каким-то причинам решили пофиксить. Поэтому получается, что я просто увидел труп и по приколу съел его ногу. Далее из-за некоторых событий корабль стал тонуть. Мы нашли магистра на полу с серьезной раной. Мой друг попытался вылечить магистра, но она все равно была ранена. Поэтому я решил поджечь магистра и она встала. Но при этом все равно лежал на полу и истекало крови и страшные раны. Моя медицина тут была абсолютно бессильна. После корабля вас выбрасывает на берег Форт Радость. Там я в основном занимался тем, что обворовывал и пугал детей своим черепом. Потому что Форт Радость это не место для слабаков и это нужно принять сразу. Форт Радость это остров полный преступников и их надзирателей из божественного ордена. Много кто знает, но Форт Радость занимает первое место среди других островов по количеству ножевых ранений в день. И статистика каждый день только растет. Только в Форте Радость при разбивании с торговцем и своим прошлым вам могут подарить веревку. Я рассказал ему какая у меня была тяжелая жизнь а он мне дал веревку. Правильно. Решитую проблему. Только в Форте Радость смертельно больная женщина может продавать тебе заклинания некромантии а место волшебник может продавать тебе заклинания молний вместе с грязными трусами. Однако зачем платить за заклинания если можно украсть заклинания. Я воровал все что только мог. Я наворовал себе заклинаний. Я украл себе одежду и мне все сходило с рук. А все потому что мы изобрели гениальную схему которая работает так. Мой друг разговаривает с торговцем чтобы он не поменялся и не мог заметить что его в данный момент он пока обчищает. Бочечки. Жертва замечает что ее обворовали и само собой спрашивает моего друга о нем он мне это сделал. И он в ответ либо дает себя осмотреть либо использует прокачанный наук убеждения чтобы убедить торговца что он точно этого не делал. Кстати да если он живо осмотрит получается все равно ничего не найдет. Все нормально. После чего прихожу я А знаешь почему он ворует? Потому что мне получается что сказали в начале он хорошо может маскироваться из-за того что он нежить. Продаю все украденные вещи обратно торговцу тем самым уничтожая крепший статус капитализма. Это в Майнкрафте. Поговорим про кресты. А что в Майнкрафте не так? Приходишь к деревню срубаешь их в пшеницу идешь им же их в пшеницу продавать. Нормально. Бизнес. Вместо ворте радость которую ты можешь получить это помочь сбежать магу. Но для этого тебе нужно сходить на берег и победить крокодилов. И тут вы замечаете две вещи. Во-первых крокодилы кидаются камнями. А во-вторых они умеют телепортироваться. Что за дерьмо? В любой другой игре это было бы просто вещью с которой ты должен смириться. Но в Двинити она имеет смысл. Потому что единственный крокодил который телепортировался имел в инвентаре перчатки телепортации которые как раз и нужны тебе для квеста. То есть у него были на маленьких лапках перчатки? Удобно. И само собой вы можете использовать эти перчатки в своих собственных целях. Например для телепортации ваших друзей в электрический туман. Игра в целом только поощряет креативный подход. Например я заметил что у скелетов оказывается есть один существенный минус. Как я ранее сказал обычное лечение на них не работает. Более того оно их убивает. Однако я не учел что это касается любого лечения. В том числе лечения едой или алкоголем. Оказывается будучи скелетом вы не можете опьянеть и что самое страшное вы даже можете умереть от потребления алкоголя или еды. То есть в теории это литр пива и пара яблок. Я был немного озадачен потому что это означало что теперь часть моего инвентаря теперь бессмысленна. Однако так как я играю за ученого я решил сделать важное открытие. При первой возможности я решил скомбинировать свою еду и жить с дочкой яда. Короче травануть себе всю хавку и теперь получается можно ее есть и лечиться таким образом. Логично. Тем самым я получил отравленные продукты. Отравленное пиво. Отравленный хлеб. Отравленный арбуз. Я смог даже отравить мухомор. И теперь я как и все остальные могу есть и лечиться едой. Вы можете подумать что это довольно незначительное открытие. Однако по факту я решил проблему мирового голода среди скелетов. Подожди что там происходит? На каком-то скелете бегает какая-то зубастая белка или что это вот это вот сбоку? Кошки скелетия. Кто это? Белка? Барсук? Что это вообще? Больше ни один скелет на улице не умрет от голода. Но вернемся к квестам. Потому что для начала игры они просто отличны. Например вы хотели когда-нибудь напоить колодец? Или здесь еще есть квест про некромантов которые построили подземелье для короля. На что он в ответ закрыл их в башне похитив их души и теперь они до конца жизни играют в карты. В другом квесте я будучи скелетом терпел сексуальное домогательство со стороны ведьмы. А в следующем квесте я терпел сексуальное домогательство от другого скелета в его подземелье. А когда я прошел его подземелье я получил в награду неснимаемое проклятое кольцо и узнал что куча золота может быть пустой. А также я убедился почему рукопашное сражение с драконом не очень удачная идея. Да тише его ответ не бьешь. Да, он только убьет и бьет и бьет он даже не может ответ куда дать что ли или что? Хватит. Так просто избиение. Я не могу не упомянуть квест про поиск пиратского клада который дает пиратский сет главная особенность которого это иммунитет к опьянению. А если у вас есть перк общения с животными то вы можете помочь горячим свиньям в лесу а потом расспросить их о свинячьей жизни и узнать что им очень нравится не гореть. И кстати когда я говорю что он позволяет общаться с животными я имею ввиду что он позволяет общаться со всеми животными. Я честно говоря удивлен даже со скелетом кошки. Вы буквально можете говорить с каждой крысой не вообще игра выглядит прикольно очень продуманная очень и еще видно что какой-то интересный перевод очень хороший. С этого перка вы просто-напросто не узнаете что рандомные слезняки которые живут в пещере это на самом деле принцесса и ее подданные которых обратил король. И теперь когда он мертв королева свободна и хочет найти себе нового мужа и да при этом она все еще слезняк но с другой стороны просто посмотрите на эти формы. Спустя некоторое время было решено устроить геноцид всех охранников и людей из божественного ордена. Во-первых потому что за них дают опыт. Во-вторых они крайне злые и при поддержке епископа Александра не раз проводили кучу экспериментов на людях. И чтобы вы понимали насколько они злые я приведу вам пример. В начале игры за вами начинает бегать черный кот со своим квестом. Если вы сбежите вместе с ним то сможете его призывать. Однако некоторые стражники просто-напросто убивают его как только видят. И я проверял это на других персонажах и сохранениях и они всегда убивают его. Вот видишь специально. Вот падла. Поэтому мой приговор смерть. А значит можно поговорить про мой билд. Билд. Я умею поджигать и взорваться в публичных местах что не является терроризмом потому что это магия огня. А также я изучал магию земли что дает мне возможность призывать червей на людей и даже на других червей. И если вы все еще сомневаетесь то моя магия настолько сильна что я могу ослеплять других скелетов бросая землю им в глаза. Убейте школу и при правильных руках позволяют поджигать и замедлять массовое количество людей. А также дают мне возможность отлечиваться при помощи яда. Потому что как говорил китайский полководец Сунь Цзы если ты не можешь кого-то убить то отрави его и подожги. Плюс у меня сперк садиста который улучшает работу яда и огня. Но давайте об этом чуть поподробнее. В игре у всех есть физическая и магическая броня. Физическая снимается стрелами или ударами меча. Магическая снимается заклинаниями или поверхностями вроде огня, яда и подобного. То есть получается что я не могу поджечь или отравить кого-то пока у него полная магическая броня. Но перк садист просто-напросто ее игнорирует. Поэтому почти все мои скиллы работают сквозь броню. Ну какой дембовый. И если это кажется вам довольно сильным то так оно и есть. Но все это время я не говорил вам что это наш второй забег. Первая попытка поиграть была абсолютно сломана тем что мой друг играл за танка с прокачанным телекинезом. И по факту телекинез просто полезный небоевой навык который позволяет тебе брать и перемещать вещи. Однако если у тебя много силы и ты с легкостью поднимаешь тяжести то ты можешь ронять на врагов предмет любой тяжести во время боя. При этом он имеет огромный радиус и тратит всего лишь одно из них. Сдалека может просто уехать. Да, и он получается тоже был супер-мбовый. И было видимо не прикольно. Большинство стражных аспорта было убито 100 килограммовым портретом их собственного начальника Александра. В этом же ранене он вдруг просто призывает демонов если ему нужно что-то перенести. Накладывает, накладывает. В этот раз мы убили Александра и прошли первый акт. Но наши приключения только начинались. Второй акт оказался гораздо более жестоким и непростительным чем первый. Меня пытался сжечь собственный корабль. Меня пытались убить курицы. Меня опять сексуально домогались. Незнакомая корова желала смерти всей человеческой расе. Одним из самых трудных сражений была драка с кучей пугал. Во втором акте даже рандомный пёс на кладбище оказался псом-некромантом с сильнейшими заклинаниями призыва которого мы с трудом одолели. Однако помощь в бою пришла оттуда откуда совсем не ждалось. Оказывается, что сет моего друга может очаровать почти любое существо если у него нет магической брони. Так вот во втором акте мой друг Джи смог очаровать убийцу мерзкое щаде вампира пугало гнома-некроманта с которым у нас были в своих плачущую мерзость и даже вздувшийся труп. Но самое забавное было когда мы нашли в склепе агрессивного некроманта который ожидаемо стало вызывать на помощь скелетов но возникла одна проблема у них не было магической брони. Поэтому они все тут же были очарованы моим другом и стали призывать еще скелетов и уже все эти скелеты стали безжалостно забивать свою хозяйку ногами. Это было как удобно нормально и очень смешно. Я же тем временем решил более ответственно подойти к своему билду. Во-первых я собрал сет жучины брони которая сильно улучшает мою атаку землей по акулам. А также помните как я говорил про мой уникальный скилл дающий мне дополнительный ход? Так вот я решил дополнить его заклинанием из школы полиморфа которая называется пересадка кожи и которая сбрасывает кулдаун всех заклинаний. Так что мало того что я могу ходить два раза так еще я могу использовать любые заклинания во второй раз. Потому что как говорил великий китайский полководец если ты сходил один раз то сходи и второй что само собой очень сбалансировано. Тут вы можете сказать что все это звучит как-то нечестно как и факт того что я играю с перком одинокий волк увеличивающий все характеристики из-за отсутствия напарников. И плюс я также взял себе перк который дает моим заклинаниям шанс крита и по каким-то причинам он дает его даже когда я что-то пью критически пью. Все это может звучать довольно сломанно но все это не спасет вас от охотника на демонов который ваншотнит вас лазером за то что вы потрогали клетку с его демонами поэтому я не ломаю игру я само обороняюсь от нее. Я не надо. Они потом дойдут. Сука. Нет. 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 Сука. Сука. Что же касается квестов то оу бой квестов тут настолько много что в какой-то момент я уже и не понимал что и как я делаю. Мне кажется твою игру не 144 часа играть можно гораздо дольше. Или опять по приколу таскают рубленные конечности. Я не знаю но эти квесты подарили мне незабываемые моменты. Где там про курицу-то? Бляя по кладбищу я откопал мертвого философа. Проблема в том что так как он философ у него нет ничего кроме своих знаний и для того чтобы он ими поделился я должен победить его в смертельных философских дебатах. И да это реальный квест который нашли только 17% людей и да я его полностью уничтожил. Философ буквально умер от экзотенциального кризиса. Однажды в таверне меня решили накормить заразной рыбой чтобы выяснить какие от нее могут быть потенциальные эффекты за вознаграждение. Я согласился ее съесть и получил в награду траву для кальяна которую я выкурил в подвале и получил бонус к характеристикам. Но мне показалось этого мало поэтому я будучи скелетом решил снять проститутку в таверне чисто из научного интереса. Местный сутенер активно предлагал мне ящерицу. Я стал сомневаться но по итогу он спросил у меня какую похлебку я больше предпочитаю. Я сказал что предпочитаю мужчина не похлебку и получил большую гей ящерицу у которой был фетиш на нежить и он предлагал мне полить его цветы. Я сказал что это как-то по гейски поэтому мы занялись чистым мужским сексом. После этого за мной пришли головорезы которые пытались меня убить и мне пришли сражаться голым вместе со своим другом который недавно пришел мне на помощь. Связь где у меня? У меня была связь пока ты не пришел. Ну у него да. Половая. Слушай, после этого ящер стал очень сильно сожалеть но я заставил его заплатить за все во второй раз пока мой друг стоял и смотрел на это извращенное зрелище. Однако он просто завидовал мне потому что я в отличие от него за все это получил бонус к удаче. Как много других игр вы знаете в которых можно повышать удачу при помощи гей-секса с ящерицами. Дивинити также заставляет вас отвечать за свои действия. Например однажды гуляя в поле мы встретили двух говорящих коров что вполне обычная вещь Геральдина и Мейбл но оказывается что это люди обращенные ведьмой в коров поэтому если вы попросите их дать вам молока они скажут что это мерзко. Для их спасения пришлось потратить минут 40 на убийство ведьмы а потом пройти в ее подвал где она заминировала кучу крыс чтобы приготовить зелье после чего одна из коров оказывается бородатым мужиком который осуждает тебя за то что ты хотел его подоить. Вау или другой пример однажды я на кладбище просто съел ногу ящера в облике эльфа чтобы получить его воспоминания и возможный квест но вместо этого его призрак пришел ко мне сказал что я охерел и после чего проклял меня или другой пример ехать по мосту но его охранял тролль который потребовал с меня плату в три золотых я сказал ему что рядом есть бревно по которым я могу перейти бесплатно но он справедливо сказал что это будет некультурно я заплатил ему и неподалеку встретил на мосту другого тролля который просил с меня за проход пять тысяч а когда я убил его конкурента он попросил меня убить его чтобы он не отравлял его бизнес другой тролль сказал то же самое и привел достойный аргумент его мост гораздо красивее плюс он гораздо меньше берет поэтому я согласился и убил его конкурента за что он меня поблагодарил и повысил цену за проход до пятнадцати тысяч вместо трех золотых я думал что помогает тролли но вместо этого потому что это бизнес никому нельзя верить капитализму и монополии к его сожалению я не люблю обе эти вещи но я люблю эту игру по факту все что я рассказал это все лишь крохотная часть этой огромной игры я мог бы несколько часов рассказывать вам про огромное количество комбинаций перков и заклинаний в этой игре или про то что в зависимости от вашей расы навыков и решений многие квесты могут быть выполнены любым удобным для вас способом если вам нужно убить человека но он сидит в таверне где куча народа приготовьте ему похлебку из-за которой у него начнется диарея а потом просто убейте его в подворотне Двинти это игра в которую по сюжету получаете способность видеть и говорить с мертвыми поэтому вы можете раскопать чью-то могилу и ее владелец пожелает вам хорошего дня или вы можете прийти на лесопилку и поговорить с призраком эльфийского дерева потому что его распилили и теперь оно мертво так что все логично Двинти Оригинал Син 2 идеальная игра если вы обожаете реиграбельность и возможности есть простой тест на качественное РПГ спросите себя можно ли в этой игре рулплейт за большую гея ящерицу если ответ нет то не тратите на эту игру времени потому что очевидно что ее создатели никогда не играли в настоящий РПГ можно ли назвать игру хорошей да я бы даже сказал что игра слишком хороша для современного мира пока другие разработчики только говорят о свободе и возможностях Лариант Студиос просто делают и они не собираются останавливаться и пока они есть выше батя будет доволен что игра это не так это не так это не так сделать Продолжение следует...